Лариса Адольевна реально продала свою квартиру, но деньги перевела мошенникам, поэтому ключи не хочет отдавать новым владельцам. Разберем всю суть проблемы. Я стала жертвой мошенника. Установлено, что мошенники находятся на территории Украины, а на мою квартиру наложен арест. Тене Савчак продолжает понтовать, хвалится шикарным браслетом, какой-то толк от него. Покровскому из ногу свело, скорее всего, свело не только ногу. Очень странно ответил на вопрос о Вайкуле, при этом чесал руку. Самая яркая и интересная новость обсуждаем вместе, четко без воды. С вами Жан Содель, здравствуйте. Лариса Адольевна подтвердила, что развели ее мошенники. Новые владельцы пришли к 238-метровой квартире, но ключи не получили. Цена сделки 112 миллионов российских рублей, то есть в долларах примерно миллион и 237 тысяч. Телеграм-канал Мэш пишет, что Адольевна не хочет отдавать ключи, несмотря на то, что по документам квартира уже не ее, а деньги она получила. Вот, так сказать, теперь и погода в доме, а все другое суета. Я и ты есть, а все, что кроме легко уладить с помощью зонта. В связи с большим количеством вопросов от представителей СМИ, я вынуждена дать небольшой комментарий по поводу сложившейся ситуации. Я стала жертвой мошенников. В отношении меня совершены очень изощренные и спланированные мошеннические действия. По данному факту возбуждено уголовное дело. Я признана потерпевшей, а на мою квартиру наложен арест. Предварительным следствием установлено, что мошенники находятся на территории Украины, и только что они выложили в соцсетях якобы от меня обращение. Чудовищного характера, в котором нет ни одного слова правды. Интересы предварительного расследования, более каких-то углубленных комментариев я сейчас дать не могу. Просьба всех журналистов, больше меня не беспокоить. Ситуация непростая, все очень запутанно. На этом канале разберемся четко, без воды. СМИ пишет, что новая владельца квартиры говорит, что она вообще не в курсе, как ее фамилия попала в договор. Покупательница 34-летняя Полина, учительница английского языка. Есть у нее также партнер, зовут его Василий. Разрабатывает он некую отечественную операционную систему. Официальные владельцы были даже не в курсе сделки, а к квартире Долиной пришли совершенно другие люди, они сейчас в отделении полиции. Разводить Долину начали еще в апреле. Позвонили якобы спецслужбы, говорили, что ее квартира в опасности, могут отнять мошенники или что, поэтому попросили продать фиктивно и направить деньги на безопасный счет. В то время с Долиной выманили 68 миллионов рублей, то есть примерно 750 тысяч долларов. Затем разводила, связались с неким агентством и реально начали искать покупателей. Называется оно Львов Эстет. По итогу покупателей нашли, Долина получила задаток и подписывали документы в одной из башен Москва-Сити. При этом ни Долина, ни покупатели, ни риэлторы не были в курсе, что это вообще развод. Когда Долина получила все деньги, перевела их тоже на счет в общей сумме 180 миллионов российских рублей, то есть примерно 2 миллиона долларов. Перевожу для тех, кто смотрит не из России. Ну вот, собственно, Долина в этот момент поняла, что ее развели, и ключи она отдавать отказывается. То есть Долина думала, что вот эта продажа квартиры, это всего-то некая игра со спецслужбами. Спецслужбу попросили, вот она, собственно, и выполняет это задание. Конечно, есть некие реальные покупатели, которые отдали это свои деньги, но опять-таки непонятно, почему официально Полина, которая является владелицей, сама была не в курсе, что вообще за бред. Если признают, что Долина подписывала документы в состоянии аффекта, могут сделку признать недействительной. В таком случае единственными пострадавшими будут как раз-таки новые владельцы. Покупатели добропорядочные, оплатили 112 миллионов рублей и заключили договор-то с официальным агентством в башне в Москве-Сити. Задержанные как минимум 5 человек возбуждено уголовное дело, при этом повязали и курьершу, которая передавала деньги. Телеграм-канал Шот пишет, что это Анжела Цирюльникова, ей 53 года, она преподаватель по Пилатусу. Санта-Барбара отдыхает, следим за развитием событий. Многие прикалываются, вспоминают, что в шоу Маск эта Долина была оленем. Что думаете по этому поводу? Напишите в комментарии. Ксения Собчак продолжает хвастаться богатством. Показала в Инстаграме свой браслет за 1118 долларов. Пишут, что это лучшая бижутерия. Чем она лучше? Безделушка как безделушка. Деньги явно некуда девать. В конце июля Ксения Собчак показала сумочку за 130 тысяч долларов. А также некую брошь-огурчик, которая стоила это 3000 долларов. Советуют носить с черной блузкой. Как по мне, скромность человека красит, а не понты. И при этом важно понимать, что далеко не у каждого есть лишние деньги. И поэтому вот эти вот покупочки, вот эти понты могут раздражать простых людей. Времена-то непростые. Если некуда девать деньги, да помоги ты тем, кто нуждается. Кто концы еле сводит. Что думаете по этому поводу? Напишите в комментарии. Макс Покровский из ногу свело удивил, так удивил. Говорят, свело не только ногу. А как Лайма Вайкула? Какая она? Ох. Ну, смотрите, мой тип женщин это Таня. Но я понимаю тех, чьим типом является Лайма. Ответил, так ответил. Есть над чем подумать. При этом, что это было? Почему он чесал руку? Чесотка? Комары покусали? Или какие версии еще? Некоторые Покровского защищают. Говорят, что на фоне была некая перета или что? Какие-то посторонние шумы. Мог не дослышать вопрос. Поэтому вот так вот непонятно ответил. Не в зуб ногой. Напомню, Покровский с 2017 года живет в США. Получил он гражданство. Россию не любит. Гастролирует и в Европе, и за океаном. Такие вот новости, друзья. Что думаете о Ларисе Долине? Ну вот как она могла поверить, что звонили ей спецслужбы, попросили продать квартиру, перевезти деньги? Ну как? Что думаете о понтах Ксюши Собчак и о странной реакции Макса Покровского на вопрос? Любые мысли, предположения, все пишите в комментариях. Именно там мы вместе обсуждаем самые яркие темы. Каждый день находим истину. Обязательно оцените видео. Подпишитесь на канал. Очередной выпуск новостей завтра будет что обсудить. Можете поддержать канал номер карты ссылка на донат в описании под видео. Спасибо, что со мной. С вами Жан Содель. До встречи. Хорошего дня. Шикарного настроения.